Добрый день всем! Сегодня у нас, я бы так назвал, наверное, первая рабочая встреча на льду. Назовем ее так. Поэтому хочется немножко рассказать кингисепцам о том, что происходило за это время, как мы открыли ледовую арену. Напомню, что 18 декабря прошлого года, в 2015 году, мы открыли ледовую арену и прошло буквально месяц ее эксплуатации. Хотелось бы поделиться той информацией, статистикой, наверное, которая произошла за это время. Я напомню кингисепцам, что мы вместе с Еврахимом объявили о том, что с дня открытия арены, с 18 декабря прошлого года по 10 января 2016 года на территории ледовой арены было бесплатное катание. Бесплатное катание, то есть все посетители, которые приходили на лед, которым удалось прийти на лед, не платили за лед, а платили только за прокат коньков. А если коньки были с собой, естественно, то тогда ни за что не платили, просто катались на льду. Так вот, что показала статистика? За это время, буквально это 20 дней работы, даже меньше, на лед пришло почти что 7 тысяч кингисепцев. Это очень большое число, но, естественно, мы понимаем, что пришли не только кингисепцы, приезжали наши соседи, с Волосова, с Асланцев, с Основого Бора. Естественно, приезжали друзья друзей, естественно, приезжали много петербуржцев, которые приезжали в гости сюда, в Кингисепт, на новогодние праздники и посещали прекрасную ледовую арену. Хочется сказать, что уже мы успели за это время провести и турнирные матчи среди взрослых команд здесь, на этом льду, и первенство наших детей в Ленинградской области тоже уже проведены. Несколько матчей сыграно, и хотелось бы отметить то, что трибуны, небольшие трибуны, зал вмещает пока лишь больше 200 зрителей. Мы рассчитываем, и только что сегодня проходили, смотрели, что мы будем немножко в будущем расширять возможность, чтобы зал посетителей, трибуны посетителей были хотя бы 300-350 человек, как минимум. Это уже достаточно для Кингисеппа. Трибуны были, так вот, трибуны были полные на всех матчах. Это тоже отрадно, что этот вид спорта, он очень интересен сегодня Кингисептсам, и самое главное, для чего мы строили ледовую арену, конечно, это для наших детей. Сегодня мы можем сказать, что уже более 200 ребят записались в хоккейные секции, разные возраста. Мы даже сдерживаем этот натиск, потому что желающих гораздо больше, но здесь очень большая нагрузка сегодня на тренерский состав, на помощников тренеров, которые работают в зале, и сегодня у нас только один главный тренер. Мы ведем очень активную работу, и скоро, конечно, у нас будет второй тренер, будут у него свои помощники. Мы будем расширять возможности ледовой арены для наших детей. Но сама первоначальная идея была строительство ледовой арены, она зародилась в Кингисеппе давным-давно, многие десятилетия, и мы с компанией Еврохим, я подчеркну, напомню, вместе с нашим фосфоритом, с группой компании Еврохим, решили этот проект воплотить в жизнь несколько лет назад. Многие годы мы потратили на изучение вопросов, как построить правильно это здание, какие опыты есть в Российской Федерации, объехали несколько регионов Российской Федерации и выбрали данный проект, который сегодня реализован в Кингисеппе за счет средств компании, в первую очередь, компании Еврохим, за счет средств Ленинградской области, за счет средств Министерства спорта Российской Федерации и за счет средств бюджета Кингисеппского района. Поэтому четыре источника финансирования позволили построить такой прекрасный объект. И идея наша была создать детско-юношескую спортивную школу по хоккейу. Но лед есть лед, поэтому, конечно, невозможно было сдержать, и эта уже программа реализуется. Она у нас сегодня пока не входит в рамках поддержки из бюджета Кингисеппского района, но у нас уже здесь приезжают тренеры из Петербурга и набирают секцию по фигурному катанию наших детишек. Поэтому фигурному катанию тоже быть. Я понимаю, уже сейчас в арене всего лишь один месяц, но уже тесно. Уже тесно, уже говорят, нужна вторая коробка, нужен еще лед, потому что спрос неимоверный. И это радует. Да, конечно, мы перед собой должны ставить амбициозные планы, и, может быть, когда-нибудь рядом появится еще одна тренировочная коробка. Но сегодня мы можем сказать, что 200 пацанов сегодня играют в хоккей, учатся этому виду спорта, развивают его. И мы, надеюсь, с помощью наших тренеров воспитаем здесь и Третьяков, и Харламовых, и Якушевых. И здесь будут нормальные спортсмены, которые будут отстаивать и интересы Кингисеппского района, города Кингисеппа, на боевых аренах, ледовых аренах. И, конечно, затем и отстаивать интересы нашей Российской Федерации, Ленинградской области. Мы сегодня четко можем сказать, что уже 90 детишек записались на фигурное катание. Это уже 300 человек почти что. И это не предел. С учетом развития тренерского состава, я думаю, число тренирующихся будет увеличено, но уже незначительно. Потому что все-таки емкость этого, возможность тренеров, физическая возможность тренеров, она не ограничена. Мы ни в коем случае не оставляем возможность любительского спорта на территории ледовой арены. И, конечно, в первую очередь это любительский хоккей в шайбу. Есть определенные правила, и будут отведены часы, когда могут приходить Кингисеппс и играть в хоккей. Могут создаваться дворовые команды, могут создаваться команды между предприятиями, совместные команды предприятий, которые могут заявляться и играть здесь, как мы играем в мини-футбол, другие виды спорта, в которых задействованы простые жители города Кингисеппа, молодежь. Также обязательно здесь будут проходить праздники. Праздники для детей, фестивали, разные мероприятия, которые будут объединять нас, объединять наших детей, чтобы они видели, что такой вид спорта, такая прекрасная арена сегодня есть в Кингисеппе, и ею надо пользоваться. Мы также будем приветствовать и продавать абонементы для организаций, которые хотели бы просто для своих сотрудников покупать часы, чтобы они занимались здесь в отдельных комфортных условиях. Мечта есть проводить дискотеки, мы их уже проводим, но хотелось бы, чтобы здесь было не только много хорошего звука, который есть, но и еще соответствующее освещение для того, чтобы проводить дискотеки. Это тоже мы об этом думаем. Дискотеки на льду будут обязательно. Для того, чтобы максимально, то есть это все, то, что я сейчас сказал, направлено на то, чтобы максимально наших детей всех возрастов, всех направлений, не те, кто только профессионально заниматься будут хоккеем на территории этой прекрасной арены, но и просто прийти, повеселиться, скоротать время, пообщаться с друзьями и просто набраться бодрости, духа, привить к себя к спорту, потратить свое время и провести досуг здесь, на ледовой арене, это будет здорово. Исторический момент. Данная клюшка была у нас на закладке камня, когда мы строили этот объект, и здесь, да, подпись Сырдюкова Валерия Павловича, лучшего губернатора, великих личностей, спортсменов, подписи здесь. Я думаю, ледовая арена должна иметь свой не музей, а уголок, наверное. Легендарный уголок такой, где будет память. Я вручаю вам эту клюшку. Спасибо. Ледовая арена открыта для кингисепцев, подчеркиваю, не только для спортсменов. Пожалуйста, пользуйтесь ей, получайте удовольствие. Спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова